Абсолютный гипнотайз на телерадиоканале Страна ФМ. Ещё раз всем доброе утро, здесь Влад Кутузов, Валерия Майорова и... И у нас сегодня гость, как мы обещали в прошлом части. Мы же тебя объявляли. Друзья, у нас в гостях сегодня Натан. Всем привет. Доброе утро, привет. Слушай, мы не можем, конечно, об этом не сказать, потому что, мне кажется, это одна из самых важных примеров в твоей жизни. Вообще дело в том, что у Натана совсем недавно родился ребёнок. Да. Второй ребёнок, уже дважды папа. Второй ребёнок, да, второй сын. И всё, я готовлюсь, я готов, в принципе, к этим мучительным ночам, но очень-очень счастливым. Слушай, а ты мне скажи, а ты вот как обычно говоришь жене? Иди, вот качай куда-нибудь из тихо. Нет, ни в коем случае. Там вскакиваешь прям? Я, да, мы с женой на этой теме очень повёрнуты. И первый сын, мы вот чуть-чуть, он пошевелился или не пошевелился, мы сразу у кровати и начинаем наблюдать. Дышит он, не дышит. Да, и поэтому мы уже готовы, мы уже проверены. Ну, слушай, мне кажется, на второй раз уже не так же страшно, да? Есть какие-то моменты, которые ты точно знаешь, да? Что если он там будет кричать, то скажет, ай, болиджиотик, это пройдёт. Нет, мы так думали. Мы так думали, что сейчас второй у нас уже, в принципе, опыт есть. Вот родился, и ты уже не знаешь, как к нему подойти, как его взять. Он такой слишком, он слишком маленький. И поэтому, я думаю, нет, всё будет по-новой. И мы так же будем переживать и снова уложим все силы. А ещё такой момент. Ведь есть такой момент детской ревности. Вот первый ребёнок, как вы ему будете объяснять? Уже готовили его, уже разговаривали с ним задолго до рождения. Они объясняли, давали какую-то ответственность ему, объясняя, что он теперь старший брат, и ни в коем случае не ущемляя вообще ни в чём. Только-только ответственности. И я с ним разговариваю, как со взрослым мужчиной. Я говорю, смотри, мужик, у тебя братишка, ты отвечаешь за него. Он такой, окей, всё, я готов. Слушай, ну, я уверен, что он вести себя будет прилично, потому что папа серьёзный человек, в конце концов. Слушайте, я хотела вот наших слушателей и зрителей пригласить в нашу беседу. Вы можете поздравлять Натана, можете его о чем-то спрашивать, просто говорить о том, какой он классный, в принципе. Слушайте, ну ещё всё-таки один важный момент. Дело в том, что Натан сегодня презентует у нас новый клип, абсолютно новый клип, который называется «Нежный и грубый». Всё это произойдёт буквально через 15-20 минут, где-то в середине этого часа. Так что ни в коем случае не пропустите. А пока до этого мы будем, конечно, разговаривать. Интересные разговоры всякие. Пока все задают вопросы и поздравляют, а потом уже ближе к клипу, там начнут задавать вопросы по клипу. Ты сообщила? Нет, ты мне не дала это делать. Плюс 7, 909, 928, 1, 89, 9. Это WhatsApp и Viber, и в нашей группе ВКонтакте есть специально закреплённый пост. Можно я начну? Пожалуйста. Натан, ты же из Казахстана. Да. Как говорят у нас, почему у нас, потому что я тоже оттуда. Ну так случилось, знаешь, как нам повезло. Мы с тобой земляки. Я там тоже рядышком. Слушай, ты в Алмате же, да, правильно? Потрясающе. Я считаю, что один из самых красивых городов. Угора, Медео, вот это всё, да? Согласен, согласен, да. Ты понимал вот в детстве, когда вот синдикат был, проект у тебя, да? Ты понимал, что это всё-таки какой-то переходный период, и рано или поздно всё равно, несмотря на всю красоту этого замечательного места, ты всё-таки покинешь, потому что, ну, настоящий шоу-бизнес, он всё-таки в другом месте, да, чего греха-то? Или как это получилось? Да, были грёзы, но не было такого, чтобы я как-то смотрел на это того, что я покидаю Алмату, всё, я не вернусь никогда. Нет. Было такое, что да, я хочу достичь каких-то целей, и при этом никак не прощаюсь с Алматой, ни в коем случае. Поэтому всё временно, я думаю, я здесь обязательно чего-то добьюсь такого хорошего, но и всё-таки свои корни я не забуду. Ну, я знаю, что у вас вот в лейбле «Блэк Стар» у вас очень хорошие отношения, прям вот вы все, кто откуда приходит, вы как семья. Да, да. Но, тем не менее, есть различия, шоу-бизнес там и шоу-бизнес здесь. Был ли какой-то момент адаптации, или ты думал, ну, вообще, для меня это неприемлемо, какие-то моменты. Ты имеешь в виду Алмата, а Москва? Да, 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 да. Вот это, да. Спасибо за перевод. Я тоже не понял, где там и где нет. Есть, есть, конечно, и самые логические такие, как бы, различия, начиная с менталитета. Всё совсем по-другому. Наверное, здесь больше деловитости, здесь всё связано с экономией времени. То есть ты чётко идёшь, разговариваешь по делам, кого-то не устраиваешь, всё, до свидания. А там можно посидеть, чай попить, поговорить немного, договориться. Всё-таки, ну, давай, да, чё ты, чё ты ешь? Вроде не устраиваешься, да. Бишь бармак, вот эти все дела. Да, да, давай, ну, давай, попробуем, чё, посмотрим, да. И поэтому есть, конечно, уровень. В Казахстане есть такое понятие, как той-бизнес. Там не существует понятия шоу-бизнес. Той-бизнес — это когда ты достигаешь какой-то планки и выходишь выступать максимум на банкетах, на свадьбах. Это уже твой пик, и ты даёшь какие-то концерты. А здесь всё-таки Москва — точка отсчёта. Здесь взорвал, значит, взорвал везде. Ну, это, кстати, да, абсолютная правда. Ты часто бываешь там, нет? В последнее время очень часто. Прям, да, я вот буквально два дня назад с Казахстана прилетел. Это гастроли или ты ездишь? Это гастроли, да. А как там погодка сейчас? Иногда хуже, чем в Москве. Хотя всегда там было солнечно, и, как бы, Казахстан, Алмата — это всегда солнце, прекрасная погода. Но сейчас что-то... Климат меняется, что ли? Да. Слушайте, смотрите, как выясняется, интересно. Я вот живу в каком-то своем мире, я говорю, Натан, ты у нас был в 2016 году, а оказывается, у меня-то он был в 2016 году, а тут вот ходит он к нам в гости, даже в этом году уже приходит. Это Валерий говорит о том, что время летит очень... Это говорит о том, что нужно смотреть свой телерадиоканал «Страна ФМ». Друзья, ещё раз напомним, вопросы для Натана, пожалуйста. Просто оставляйте плюс семь девятьсот девятьсот двадцать восемь и один восемьдесят девять и девять. Это СМС. Странно звучит СМС. Ладно. Вайбер и Ватсап тоже. И в группе ВКонтакте есть пост, он вверху прикреплён, там есть место для комментариев, и там мы тоже ждём всего ваше. Я всё про Москву-то хочу, знаете, как-то вот добиться. Говорят, что Москва для многих такой энергетически выедающий город. Чувствуешь на себе такое влияние? Да, сто процентов. Сто процентов. Нет, мне нравится, я не могу сказать, что это какая-то плохая сторона Москвы. Наоборот, очень хорошая, и очень сокращаешь время и все свои задачи. Чётко выполняешь... Москва — это большой завод. Вот просто большой завод. Ты пришёл, отпахал своё, у тебя есть срок заработать денег, добиться чего-то, и всё, и дальше делай, чё хочешь. Поэтому я на этом заводе и хорошо себя чувствую. Но вот с завода, когда со смены нужно выходить, где ты подзаряжаешься, где ты набираешься сил? Блин, наверное, мне повезло с работой, и я бы не сказал, что, вы знаете, я так устаю. Да, ощущается физическая усталость иногда, но в целом я не могу сказать, что я там перепахиваю, я прям жуть как устаю, я такой работяга. Нет, у меня получается и поработать в кайф, и отдохнуть. Слушай, ну давай вот прям по твоей работе. Допустим, последний, ну, последний, дурацкое слово. В общем, первые месяцы 2018 года, что ты успел сделать? Первые месяцы... Хвали себя. Выпустить трек, кажется, один или два. Как-то не помню, со счёта сбился. Собрать свою команду по продакшену. Это вот прям я в этом году именно собрал тех нужных людей, с которыми мы сейчас прям пишем альбом. И просто у нас большие грандиозные планы. Я вот этому... Это вот для меня, честно, это самый большой шаг. Потому что всё это время я как-то с одного берега на другой, и не понимал, что делать по музыке, и выбирал какие-то хит-синглы. А сейчас мы стали как одно целое, и в скором времени уже будем готовы показать альбом. Слушай, а вот ты про интересные вещи заговорил. Ты знаешь, хочу спросить, а вот... Ну, это метания же какие-то были, да, в какой-то степени? Потому что ты думал, как делать, что делать, с кем делать, опять же, что немаловажно, да? Вот в какой момент произошёл перелом, когда ты сам себе сказал, «Всё, Натан, я вот чётко знаю, куда идти, что делать вообще и как». Наверное, в тот момент, когда мы сообща собрались всем лейблом... Это уже в Blackstar всё время. Да, включая руководство, то есть полностью всю аналитику, пиар-менеджеров всех собрали и сделали какие-то выводы, исходя из того, что уже было написано, из того, что мы делали. Посмотрели всю статистику, повыбирали то, что мне будет близко, и что я могу показать. И сейчас мы пришли к тому, что всё-таки, наверное, горячие ритмы ближе ко мне, и я не хочу теперь метаться никуда, и будем делать то, что сегодня мы услышим. Нежно, грубо, и в таком стиле, да. Слушай, сообщение пришло, Анжелика пишет, «Натан, привет от Анжелики Ульяны, и поздравляю тебя с рождением ребёнка». Спасибо большое. «Из премьеры тебя песни топовые в наушниках постоянно на репите». О, как! Очень рад, очень рад, супер. Друзья, пишите вы, ещё раз напомним, плюс семь, девятьсот девять, девятьсот двадцать восемь, один восемьдесят девять и девять. Ватсап и Вайбер, и групп ВКонтакте. Оттуда я зачитал сообщение. И я напомню, что сегодня у нас премьера того самого трека, о котором мы бесконечно говорим, называется он «Нежно и грубо». «Нежно и грубо», да, абсолютно верно. А слушай, а правильно, «Нежно и грубо» или «Нежно и грубо»? «Нежно и грубо». «Нежно и грубо», окей, да. Лучшее в стране. Страна. ФМ. Телефон рекламной службы. Восемь четыреста девяносто пять, два семь шесть, двенадцать двадцать четыре. Под этой нежной кожей бьётся сердце. Я слышу его каждый тихий стук. И мне уже не спрятаться, не деться. От этих добрых глаз и тёплых. Ты стала для меня неповторимой. Тут миллионы фактов на виду. Мы будем бесконечно неделимы. Я обещаю, я не подлитый. Спросишь, уйду? Небо. Я разлюблю? Небо. Забуду, сотру? Небо. Меня хватит на три жизни вверх. Воду вокруг, веры. Рядом с тобой смело. Ты всё оставил в белом. Я так горд и безбашен. Номер на двоих. Чтоб начать всё заново. Мы включаем звук. Выключаем свет. Дай мне этот миг. Я допью его до дна. Нас окутал дым. Это наш секрет. Номер на двоих. Чтоб начать всё заново. Мы включаем звук. Выключаем свет. Дай мне этот миг. Я допью его до дна. Нас окутал дым. Это наш секрет. Не смысл врать. Слышь, скажу как есть. Я очень редко признаюсь тебе в подобном. И на себе давно уже поставил крест. И если бы не ты, я бы пропал у тех мутных болот. Дамы, тусы. Да, в курсе. Всё это не то, всё это не в плюс мне. Я выдыхаю здесь на финишной прямой. Выключаю свои мобильные походы. Субтитры сделал DimaTorzok Дай мне этот миг. Я допью его до дна. Нас окутал дым. Это наш секрет. Номер на двоих. Чтоб начать всё заново. Мы включаем звук. Выключаем свет. Дай мне этот миг. Я допью его до дна. Нас окутал дым. Это наш секрет. Каждый жест, каждый вдох делим на двоих. Всё как есть, всё без слов, всё в глазах твоих. Дай мне день, дай мне ночь, чтобы повторить. Дай мне этот миг. Я хочу всё повторить. Номер на двоих. Чтоб начать всё заново. Мы включаем звук. Выключаем свет. Дай мне этот миг. Я допью его до дна. Нас окутал дым. Это наш секрет. Ах, какая песня. Я что хотела сказать, Натан вообще потрясающе разный. Вначале он предстал перед нами очень динамичный танцевальный. Сейчас он такой лиричный. Ну и, собственно говоря, в конце этого часа у нас будет премьера нежно-грубая, где он предстанет таким горячим парнем. Чуть-чуть, Валерий, вас поправлю. Не в конце этого часа, а буквально уже вот-вот-вот совсем. Уже в середине этого часа. Ну, во второй плане часа. Ну, так на всех случаях кто-то ждет, скажет. Давайте не вам, не мне. Еще раз, друзья, плюс семь, девятьсот девять, девятьсот двадцать восемь, один восемьдесят девять и девять. Это WhatsApp и Viber. И группа ВКонтакте там в комментариях. Пожалуйста, оставляйте комментарии, вопросы для Натана. Для Натана все прочитаем, все зададим, и он ответит с большим удовольствием. Мне кажется, все сейчас сидят прямо так вот, открыв розу, затаив дыхание, слушают, что же нам Натан расскажет. Они даже не знают, что спросить. Поэтому давай, что от тебя ожидать в самое ближайшее время? Ну, помимо того, что вот сейчас мы песню запремьерим, а потом-то ты опять в бой, опять... Да, 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 мы уже работаем, мы уже пишем, мы готовим хит-сингл, и, может быть, через месяца-два мы будем выпускать еще одну летнюю песню. Я думаю, она будет еще сильнее и еще динамичнее. Слушай, знаешь, ну, я не знаю, можно ли такое сравнение? Просто девчонки, когда они пишут летние песни, они там берут мастер-класс, они танцуют румбу, самбу, там вот это вот все. У тебя не появились уроки танцев где-то по чату, может быть, о своей ручке? Нет, но есть желание, есть желание. Мы как-то пробовали, наверное, полгода назад внедриться в танцы, но нужно очень много времени, чтобы сначала нащупать, сначала найти себя, потом перейти этот барьер, когда ты двигаешься как бревно, расслабиться и начать танцевать. Пока с этим тяжко, но я думаю, чуть позже обязательно, потому что у меня дикое желание. А в детстве тебя не водили вот родителям? В детстве я до 2005 года занимался лет 8, наверное, брейк-дансом, и что-то осталось, но это максимум силовые какие-то варианты, там, сальто, флайер, какие-то такие акробатические. Но все равно как ты можешь быть бревном, ты же танцор. Ну, блин, ну, сегодня посмотрим, сегодня посмотрим, как там будет. Кстати, да, совсем скоро уже премьера клипа «Нежная группа». Слушай, ты про детство заговорил, я хотел спросить, вот смотри, есть артисты, которые говорят, да я уже там в 3 года, блин, знал, в 4 года знал, что уже точно я буду петь, танцевать, я уже знал, кем я буду, и всем это было видно. А есть, которые говорят, да я там до 14 лет вообще там сидел математику учил, потом случайно где-то спел там в хоре в школе, вроде меня заметили, что-то я понял, что хочется... У тебя как это происходило все? Я не могу говорить, что я там осознанно уже в каком-то возрасте пришел к тому, что вот, это моя мечта, я хочу быть. Все, наверное, это было на уровне большого вдохновения, и вот зажигалки, оно зажглось как-то, я даже не помню этого момента, когда оно зажглось. И просто не выключалось, а все поменялось. Тогда, наверное, я пришел к тому, что я буду этим заниматься, когда я понимал, что в принципе других талантов у меня нет. И это у меня получается, и полная трезвая оценка того, что я могу это превратить в свою работу, произошла, наверное, лет 18. И вот тогда я уже понял, что все, я ставлю все на музыку и пойду до конца. А были какие-то моменты, когда ты не то чтобы себя недооценивал, но сомневался, думал, что ну вот многие делают что-то похожее или там... Всегда. Всегда. Они всегда. И, наверное, это больше не самокопание, а сейчас больше как реальная оценка себя и своего творчества. Отслеживая тренды, отслеживая топов каких-то артистов, ты по-любому должен создавать себе здоровую конкуренцию и как-то идти и стараться делать круче. Слушай, а по поводу трендов и топов, интересно, давай про наших не буду спрашивать, ну, чтобы так никого не обидеть, да, потому что понятно, что там имен может разных прозвучать, там в разных ракурсах, да, так сказать. Из зарубежных вот кто сейчас, вот на кого бы тебе, ну, не то же хотелось равняться, а кого ты считаешь авторитетным таким действительно крутым, да, человеком в этом плане? Ну, я не могу сказать, их очень много, и среди них, наверное, первые, кто в голову приходит, и те, кто у меня в плейлисте, это Дрейк, Уикенд. Кендрик. Уикенд, как вы, крутой. Это, да, вот. Наверное, такие большие громкие имена, и я не могу сказать, что я их постоянно слушаю и как-то слежу за ними. Нет, по большей части они как мотивационная точка, я смотрю на них, что они крутые ребята, и, в принципе, вот так нужно делать, и вот так нужно равняться. А есть у тебя желание как-то продвигаться туда, написать что-то на институте? Нет, 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 конечно, конечно, это чепуха идти туда, сначала сделать так, чтобы тебя здесь запомнили надолго, а потом посмотрим. Мне кажется, попробуй сначала здесь завоевать то внимание, которое у тебя должно быть. Это будет неправильно, Валерий, если Натан уедет, нам ведь тоже придется переехать, чтобы он пришел к нам на интервью, понимаешь? Он скажет, ну, отстаньте уже, ребята, от нас, а мы, ну, мы нет, мы переехали. Я хотел тебя вот о чем спросить, мы говорили по поводу переломных моментов, да, но, как правило, в жизни любого человека не один такой момент. Вот скажи мне, выпуск песни «Дерзкая», это же было вот как раз оно? Да, это было то самое, когда я по-настоящему уже получил кусок своей славы и, если говорить откровенно, какие-то деньги, которые были уже ощутимы. И с тех пор как бы все изменилось. Вот именно этот момент определил очень многое. И я очень... Иногда бывают моменты, когда ты думаешь, блин, вот надоела эта песня, вот все почти связано на ней. Но ловлю себя на мысли, что, в принципе, получилось сделать то, что еще будет жить не один год. И где бы я ни появлялся, песня уже отшумела свое, где бы я ни появлялся, когда я начинаю петь эту песню, происходит полный фурор, и люди прям... И я благодарен судьбе, что у меня получилось создать такую песню в своей жизни, свою песню, которая, дай бог, еще проживет. Слушай, я тебе скажу больше, пока будут рождаться дети, а это процесс бесконечный, как известно, эта песня будет звучать всегда. Ну а что дети? Я вот уже давно не дети, я рассказала Натану, как я была, вот случайно совершенно забрела, был уличный концерт у него перед Новым годом. И когда эта песня зазвучала, мы прям всей толпой, слышь, ты что такая дерзкая, чувствуешь, как чакры, вот чакры открываются у тебя, и прям хорошо. Слушайте, ну давайте, давайте ближе все-таки к клипу, да, поскольку у нас буквально две минуты до его премьеры осталось, напомним, называется песня «Нежно-грубо», давай по поводу песни поговорим. Как она к тебе пришла, кто ее написал, какие эмоции ты испытал, когда ты впервые ее прослушал, ну демо-версия, я так понимаю. Да, мы сидели, отбирали очень-очень-очень много материала, и мы сейчас задали себе направление латино-ритмы, и вот все, что касается там, именно жарких и латиноамериканских песен. Это сложно сделать в России, потому что ты просишь латиноамериканские песни, тебе присылают авторы что-то похожее на... Восточные сказки. Да, да, потому что это тонкая грань, когда российский слушатель, наверное, все будет воспринимать не как латино, потому что мы привыкли слушать весь шансон и восточные эти песни, и поэтому, чтобы сделать то, что будет похоже и соответствовать, это было очень трудно. Но мы нашли такого человека, Константин Кашкаров, мы работаем с ним сейчас, и получаем очень много достойного материала, и уже большой группой во главе с музыкальным продюсером мы уже пишем и работаем. Это сложно, честно, этот жанр очень сложный, но пока получается, пока вот скрестил пальцы, и все получается. Слушай, ну, значит, ты будешь нашим Энрике Глесиусом, нашим оригинальным. Ну, слушай, ну да, на самом деле, нужно сделать, чтобы максимально это было честно, да, и похоже на то, что делается в оригинале, с другой стороны, нельзя делать в оригинале, потому что необходимо, чтобы и наш менталитет тоже все это впитал, да, как-то, чтобы это было близко нам. И вот именно на написание песни у нас уходят целые логические цепочки, целое составление вот просто больших схем. Просто создать, чтобы одну песню, не писать ее, просто ее еще придумать, выстроить ее, уходит очень много часов. Слушайте, у нас осталось буквально 20 секунд до начала песни Натан. Представь сам, пожалуйста, для всех слушателей и зрителей телерадиоканала Страна.ФМ свой новый клип. Горячий хит. Дорогие друзья, песня «Нежно-грубо» — самое достойное начало весны, просто отличная подготовка к лету. Слушаем и наслаждаемся. Давайте прямо сейчас на телерадиоканале Страна.ФМ Натан. Нежно-грубо. Поехали. Я подберу к твоим чувствам пароль, и ты опять готова остаться. Я украду, веду за собой, давай не будем притворяться. С ней я исчезаю, не сказав ни слова. «Нежно-грубо» Разбивая сердце вновь. Губы в губы нежно, грубо в темноте. Расжигая пламя, тише звуки, громче мысли о тебе. Я снова пьяный Встречу эту ночь с тобой Не надо дамы Просто потанцуй со мной Просто потанцуй, просто потанцуй рядом Просто поцелуй, еще поцелуй Снова пьяный Снова пьяный тобой Стала ближе, отвела глаза Но ты не спрятала улыбку Ты разрешаешь мне то, что нельзя Со мной готова на ошибку Смей я Исчезаю, не сказав ни слова Е-е-е-е-я Разбиваю сердце вновь Губы в губы, нежно, грубо в темноте Нажигая пламя Тише звуки, громче мысли о тебе Я снова пьяный Встречу эту ночь с тобой Не надо дамы Просто потанцуй со мной Просто потанцуй, просто потанцуй рядом Просто поцелуй, еще поцелуй Снова пьяный Снова пьяный тобой Когда пройдет эта ночь Когда исчезнет луна Мне станет грустно, немного пусто Скажи, как быть без тебя No, 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 no Не вздумай отпускать мою руку И чтобы эта ночь продолжалась Вместе в темноте мысли о тебе и тобой Теперь я снова пьяный Встречу эту ночь с тобой Не надо дамы Просто потанцуй со мной Просто потанцуй, просто потанцуй рядом Просто поцелуй, еще поцелуй Я снова пьяный Встречу эту ночь с тобой Не надо дамы Не надо дамы Просто потанцуй со мной Просто потанцуй, просто потанцуй рядом Просто поцелуй, еще поцелуй Снова пьяный Снова пьяный тобой Нежно, грубо, Натан Только что премьера на телерадиоканале Страна ФМ И Натан у нас сегодня в гостях Доброе утро, еще раз Поздравляем тебя с премьерой Спасибо большое Клип потрясный, клип горячий Это какое-то такое очень интересное цветовое сочетание Вроде бы оно случайное, а вроде бы и красное Нет, нет, там все не случайно, я уверен Уверен, что все не случайно Давай по порядку Слушай, я хотел спросить, все-таки нежно или грубо? Вот что ты выбираешь? Или золотая середина? Честно, вот мы прям попали в точку, потому что нежно-грубо Оно вот так вот с периодичностью Но все-таки, если грубо, то потом сразу нежно Сразу нежно Ну и наоборот, соответственно Метод кнута и пряника, понимаете? Так вот, я хочу вернуться к клипу Как пришла идея, что нужно снимать именно так? Потому что, ну я говорю, сейчас есть такие концепции Когда ты поешь об одном, а клип снимает совершенно о другом Здесь кто предложил, кто согласился и почему? Работали лейблом режиссер Рустам Романов Сначала была идея полететь в Доминикану Но и с графиком концертным мы не успевали Вообще никак не укладывались И идея самая простая Наверное, мы не хотели никаких смысловых нагрузок Все должно быть просто Просто должно быть видео, которое будет сопровождать песню И передавать какое-то настроение И максимально к этому подошло место Ресторан Каса Ага Вот там мой друг работает управляющим Мы договорились Нам не пришлось искать латиноамериканцев Потому что там есть свой персонал И вот все они просто оттуда И так танцевали тоже они? Они все очень круто танцуют, да Они просто... Мы еще взяли каких-то танцоров Которые нам помогали украсить клип Но в основном это ребята, которые работают Я думаю, что девушка в красном запомнилась всем, мне кажется Девушка в красном, да Она на самом деле очень замечательная девочка Очень воспитанная на съемках даже была мамой ее Ага Да, и следила за каждым шаром Контролировала? Да, да, да Чтобы не дай бог там Не, ну, очень приятные люди И это первый мой опыт Где я все-таки был под наблюдением Ну ты танцевал, там нет-нет, да-да Да, и мы учились где-то, наверное, два дня Меня гоняли вот эти простые движения Потому что с первого раза у меня не получалось Я очень сильно стеснялся Они тебе говорили, расслабь таз, расслабь таз Примерно так, примерно так Слушайте, вот я хотела такую, я сейчас очень спутанную мысль буду высказывать Но Кутузов будет переводить Да пытайся распутать ее Или хотя бы дай мне такой шанс Смотри, значит, девчонка такая горячая Вся была с мамой, то есть она вся приличная Ты там тоже такой весь горячий парень А в жизни такой скромный и приличный Так я хочу сказать Почему же на экране происходит такая легкомысленная история Что вы знакомитесь в баре У вас сразу завязывается отношение А в жизни это все немножко не про тебя В жизни ты же совершенно серьезный человек Отгулял, честно Все было так, наверное, чуть-чуть ранее А сейчас все отгулял И вообще не посещаю бары Не посещаю дискотеки Ничего такого Я, если есть минутка, я обязательно домой Немного поспать, побыть с семьей В целом, блин, многие говорят Когда ты приезжаешь куда-то Ты на танк? Блин, ну на экране совсем другой человек Ну нужно четко понимать, что все-таки Ну Джейсон Стетхам тоже не ходит И не избивает всех подряд Слушай, я иногда переживаю Мне кажется, он дома такой Если то, это очень страшно Слушайте, а у меня другая была ассоциация Я почему-то подумала сразу про Майкл Джексон Потому что он в жизни был очень скромным А на сцене он вообще просто Вот эта энергия шла безумная Вот, у тебя так же Ну, мне кажется Это вполне логично И артисту Ну, блин, сцена это совсем другая Другая вообще атмосфера Когда ты выходишь туда Ты превращаешься Не то, что в другого человека Нет, это ты Но ты заряжаешься настолько Вот просто Это такой сумасшедший процент Когда ты выходишь И тебе дают эту энергетику Это просто ни с чем не сравнительно А потом, когда ты выходишь Я, например, да Я очень скромный Я стараюсь даже как-то На людях не показываться Быстренько отфоткался со всеми И тихо, спокойно Свой уголок То есть по фоткам мы все-таки успеем По фоткам, слушай Ну и хорошо Натан! Натан, вопрос Да, пара девушек Значит, вот Анжелика пишет Ты говорил, что в клип Девушек выбираете саммит Правда? Да Так Дальше И больше всего в Инстаграме Да Правда? Правда А поиски ведешь лично ты? Правда? Это я разбил вопрос Знаешь, просто И я в частности, да И у нас есть менеджер Мой продюсер Мы сидим И вот там Пиар-менеджер сидит Настя, да И мы Большой командой отбираем И у нас есть чат Где мы кидаем фото И обсуждаем Какая хорошая работа Я не дочитал вопрос Поиски ведешь лично ты? И там, оказывается, дописано еще Или есть специально обученные В кавычках люди для этого? Да как там Я не думаю, что там нужно Чего-то обучаться Или понимать Есть, например Вот нежно-грубый трек Мы четко понимаем Что там должен быть образ Горячей брюнетки Который будет соответствовать Именно И начинаем искать И выбираем И я говорю Это может быть абсолютно любая девушка Может быть офисный работник Мы просто смотрим Сверяем Просим какое-то видео А дальше уже По встрече понимаем Сможет ли она вытянуть Клип Слушай, поскольку Анжелика дальше пишет Расскажи об этом Я понял, в чем подвох здесь Видимо, Анжелика Хочет Очень хочет поучаствовать В своей новой работе Да вообще не вопрос И она спрашивает Видимо, как же мне бы Вот поучаствовать-то во всем этом Понимаешь? Вообще не вопрос Я не знаю, конечно Как именно Цельно Отыскивать всех Но Мы будем Подебрим Инстаграма Лазить и выбирать У меня вопрос-то другой Ты понимаешь Вот человек сидит Красивых девчонок Отправляет своим коллегам Подходит супруга Стрессоустойчивый Говорит, а что там у тебя надо? Она говорит, это по работе Поправочка 80% Женщин В клипах моих Были избраны женой Да? Да То есть она говорит Вот эту я одобряю Да, я иногда Что-то делаю самостоятельно Она говорит Зачем? Зачем ты так поступаешь? Ну нет же Ну не идет Нет, никак не подходит У нас иногда получается скандал Потому что я говорю Ну пожалуйста Давай я сам Слушай, ну это потрясающе Задашь вопрос Понимаешь И понимаешь И не надо было Оказывается Не, ну почему Это очень интересно Мне кажется Это смело Это свежение У кого-то больше Натан, скажи пожалуйста А вот твои близкие люди Ну вот конкретно Жена, да Допустим Она для тебя Да, она для тебя Вот Важно мнение ее Она для тебя Важный критик Ты она В числе первых Кто слушает новые треки Новые работы Да, с самого начала Первое, что я делаю Я показываю жене И четко уже Изучил ее Когда она говорит Хороший трек Я четко понимаю Что все Провал Провал Все Ты просто Ты говоришь Окей, ладно И она ни в коем случае Не будет говорить Она просто говорит Хороший трек И на этом похоронили Хотя по идее Я жду Поменяй это Сделай вот так вот И будет наверное классно Нет, она сразу Ставит крест и все Но если мне удалось Сделать что-то хорошее Она обязательно похвалит Скажет Да, это круто Слушай, ну тебе с женой Просто нереально повезло Клянусь, это так Честно Вот я с каждым годом Понимаю, что да Мне очень сильно повезло Прям Слушай, передай ей Пожалуйста от нас Большое поздравление Самое теплое В связи с рождением Мы напомним, да Что Натал Во второй раз Стал папой Ну что Вот с хорошим человеком Ведь время всегда быстро Летит В большом сожалению Почему так происходит Это нездоровая тенденция Наоборот Это здоровая тенденция Когда вот разговор Такой живой и приятный Это же хорошо Это значит человек Он с нами тоже не скучает Вообще нет Не скучает Значит только к нам придет Еще разочек Значит он презентует Еще песенку А потом презентует Еще клипчик А потом тебя Как самого красивого Снимет его в жарком клипе У тебя вот видишь Тоже красненькое все Сейчас Зачем ты вот это Что начинаешь Ну хорошо Друзья Сегодня у нас был в гостях Натан И сегодня была премьера Ну трека нового клипа Нежно-грубо Пожалуйста Заказывайте в программу По заявкам Кстати Да Натан Спасибо тебе большое Было крайне приятно И крайне здорово Ждем тебя всегда Приходи До новых встреч До свидания Субтитры сделал DimaTorzok